здравствуйте сегодня корпус для всех ну это мне так показалось на первый взгляд вот новая модель от power кейса от энергетической коробочки не будет спойлеров просто корпус мне понравился и по первому впечатлению я понял что это ну очень стоящая модель чтобы показать вам сейчас в космос только я запущу его только посмотрите я почему-то до конца думал что это tx корпус так вот чем он мне сразу запомнил запомнил приглянулся это хрустнул это тем что у него вот такая вот решеточка спереди она достаточно толстенькая ну по толщине металла и вот мы дождались я дождался посмотрите здесь стоит полноценный пылевой фильтр и снимается он вот так очень просто ребята мы дожили до того времени когда в корпусе за 4000 есть вот такая штука да еще вдобавок 4 встроенных вентилятора какая подсветка мы разберемся позже хотя нет я сразу вам скажу до цепляются цепляются они все на моликсах это конечно не очень приятно каленое стекло здесь вот такое простое с раз черной рамочкой по краям ну ну да это mtx корпус это не от x корпус странно потому что на коробке потому что на коробке написано тип материнской платы atx micro atx и mini itx почему так power case объясните пожалуйста то как сделано морда конечно мое почтение ребята моё почтение да серьезно смотрите здесь кнопочка лет получается что можно менять подсветку ребята не пугайте меня пожалуйста вот как вы видите здесь четыре слота под карты расширения и следовательно это не может быть это x корпус так ведь я думаю что это все таки обычная м от x сверху много места вот за что он мне полюбился непосредственно сейчас полюбился до этого я не видел что у него много места было до обычная крышечка задняя металл как бы ну тоже простой металл был и потоньше были корпуса из более тонким металлом я такие помню это фирма на а называется какая-то а а кронштейн одна штука сзади крепится на барашек вот вот такой ну обычный до обычный кронштейн достаточно нищенский перфорация вот такая тут сделана не знаю может быть для охлаждения диска может быть кто-то использует жесткие 2 и 5 очень хочется мне показать в первую очередь это то что у него много пространства сверху и влезет любая сжо по толщине я имею ввиду а по размерам по размерам либо 280 либо 240 точно так же и вентиляторы по две штуки и тех и других если кто-то устанавливает вот сюда вот на кожу блока питания вентиляторы то здесь есть два посадочных места под 120 ки по желанию можете ставить и я бы даже стал не по желанию рекомендовано ставить сюда особенно если у вас например видео какая-то горячая учитывая что корпус сам по себе компактный если вы будете ставить видюху прям вплотную вентилятор который вы например установите вот сюда он очень бодро будет задувать воздух под видеокарту получается вот этот самый нижний гонит сюда под кожу блока питания из под кожуха воздух выдувается прямо под видеокарту под посадку стекла здесь резиночки очень хорошие они они не приклеены поэтому есть большая вероятность их просрать а в комплекте у нас этого нету сейчас я вам покажу комплект с винтиками был просто пределы вот здесь вот так чтобы вы не заморачивались нигде его не искали просто о раз оторвали и да он совсем небольшой здесь буквально вот что у нас три стойки винтики под установку блока питания и установку материнской платы все так что я сказал да что здесь 4 вентилятора качество конечно у них наверняка крайне уж ли панская вот на дне здесь обычная сеточка обычная сеточка самая простая и кстати тут до 2 барашка это от корзины под жесткие диски и жесткие диски здесь можно установить две штуки один внутрь вовнутрь корзины и 2 можно установить поверх корзины и точно также можно установить поверх корзины 2 ssd шник ножки обычная пластмассовая и на них мягкие накладки очень странно но ножки закручиваются не отсюда а изнутри корпуса изнутри корпуса и так как у нас нету в комплектации никакой брошюрки про этот корпус мы не можем посмотреть что куда встает я могу вам просто так сказать спереди спереди отверстия вроде какие то есть но нет 140 здесь сюда никакие не установить как минимум потому что здесь отверстия закрыты то есть они как бы есть вот тут вот прям сверху до вот этой вот рамки но сама рамка вот это она и закрывает поэтому вы их установить не сможете хотя по факту да отверстия для установки есть вот собственно эта рамочка она снимается не сказать что очень просто но снимается и вот отверстие якобы под 140 вентилятор возможно да это так и есть и а а ну окей ладно вы их можете установить с условием снятой вот этой крышечки ну и тогда чтобы крышка да 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 все окей нормально нормально 140 можно установить две штуки просто сняв вот эту вот рамочку снимаете рамочку устанавливайте и используйте если вам нужны прям 140 ковки здесь но учитывая что если вы установите сюда две 140 ковки 120 к уже на низ не встанет это значит что у вас под низ воздух загоняться ничем не будет а только по центру и сверху куда собственно не особо то и надо в таком корпусе у заднего вентилятора есть регулировка по высоте достаточно неплохая чтобы было вам было наглядно продемонстрирую вам расстояние от стойки материнской платы до крышки это почти 7 сантиметров ну где-то 68 миллиметров под башенное охлаждение здесь 160 до 160 миллиметров это мало или много я вот думаю вернее вспоминаю вроде как нормально и под видеокарту здесь а если убрать вентиляторы 33 сантиметра если если с вентиляторами то 30 350 миллиметров нет 300 305 миллиметров да ну и все а с радиатором это еще меньше будет среди с радиатором это 27-28 сантиметров кстати сам радиатор здесь место тоже как мне показалось достаточно вполне целых 7 сантиметров не буду говорить точно потому что из опыта бывает что вроде как спереди встает встают 3 120 а по факту 3 360 360 водянка не вылазит вот но вот так вот на взгляд просто она здесь должна встать да с учетом что вы выбросите корзину под жесткие диски под блоком питания кстати обычные выпуклые обычный выпуклый металл мякушек нету под него поэтому вероятно скорее всего вибрации от блока питания если они какие-то будут то они будут передаваться на кожу блока питания и на весь корпус вот поэтому если если вы загоняетесь по этому поводу то можете что-нибудь под него подложить отверстие под проводочки все без резиночек просто завальцованы есть еще один у меня корпус тоже в этом же ценовом диапазоне может чуть подороже это кугор кугор архон 2 месх и он тоже скоро будет сравним там кстати там тоже две три сто двадцатки спереди вот так выглядит и это уже полноценный от x нем от x до полноценный от x корпус беленький по моему только в белых вариантах он есть время будет в общем вот тоже сделаю думаю что тоже должен быть достойный корпус по кнопочкам я чего не сказал вот насторожила меня кнопочка лет вот кнопочка сброса кнопочка включения два аудио разъема юсби 2 и 0 и 1 и избе 30 кто-то кстати использует 20 под те же самые мышки кстати под клавиатуру можно их использовать пространство под кабель менеджмент 22 миллиметра собственно вот о чем я и говорил статический rgb и знаете что я скажу по ощущениям они нихрена не дуют по ощущениям моей ладони но может она слишком тоще давайте замеряем приборчиком но плюс того что они не дают это то что они просто бесшумные их вообще не слышно сколько дует сейчас посмотрим 14 максимальный поток ну вот сейчас на расстоянии еще посмотрим 066 07 думаю что они крутят около 1000 оборотов смысла проверять не вижу просто сейчас можно к примеру установить сеточку все установить и посмотреть дуют ли они вообще со всем этим сеткой и вот и с решеткой сеточка конечно снимается очень клево она держится на магнитах твои и засунули вставили все пробуем эту поставить одной рукой думаю должно получиться до одной рукой можно легко поставить и смотрим сейчас что он дует ну вот максимальный поток 09 вплотную на расстоянии его наверное вообще не будет ну да на расстоянии потока они никого не делают они что-то делают какой-то воздух загоняют в корпус но по факту конечно никакой что же мы можем сделать со всем этим спросите вы а все очень просто а может и не очень просто потому что одна нормальная вертушка стоит примерно как этот корпус весь если вы берете этот корпус для своего младшего брата если вы берете этот корпус для себя то вам нужно будет сделать вот что если вы есть этот младший брат то не расстраивайтесь все еще впереди так вот а если вы старший брат то вам нужно просто взять сто двадцатки одну можно оставить сверху вот эту да допустим вот эти две которые спереди их перекинуть наверх то есть выдувать они должны нормально и вместо них запилить две какие-нибудь вертушки с со статичным давлением типа айди кулинг для дешевых вертушек вот айди кулинг они нормальные можно потерпеть шум но сэкономить там 2000 потому что тот же nokta допустим nf nf а 1225 пвм сейчас стоит 3 500 и никто это брать не будет хотя есть хороший аналог этим вертушкам это вентапро который сейчас стоит 2 500 тоже очень печальный ценник но он по не по моему и раньше так стоили до повышения цен поэтому вот выбирайте либо либо вот так у вас да и так наверно должно все продуваться нормально еще кстати можно знаете как сделать верхнюю вертушку вот эту вот верхнюю вот эту вот верхнюю вертушку и и можно перестать перекинуть вот сюда допустим тогда охлаждение будет более эффективно на мой взгляд потому что тот недостаток воздуха в котором будет нуждаться видеокарта к примеру он будет накидываться вот этой вертушкой которая которую можно установить снизу а знаете что еще я однажды блин дует холодно холодно в каком-то из корпусов hyper я доставал вентилятор он тоже был с такой вот статичной rgb подсветкой и я ему переделывал подсветку на обычную белую здесь я думаю что можно точно так же если хотите могу показать вентилятор вообще ничего не весит показываю как разбираются все чудо все очень простенько оказалось берете стамеску продеваете ее вот сюда очень аккуратненько потому что стамеска она острая и вот так вот снимаете с каждой стороны светорассеиватель вас тут сразу встречает который также вы просто убираете а ну да у вас при снятии сразу ломаются все ушки если что и да вам нужно просто смириться будет с этим очень тяжело он снимается но то что с ним то что его можно вообще разобрать это конечно клёво сам светорассеиватель и вот это вот бесхозная лента я вам просто хочу показать насколько хорошо выглядят вот такие вертушки с обычным белым с обычной белой подсветкой собственно вот перепаивается буквально за 5-10 минут плюс здесь если что это белый провод и все за 10 минут вы получаете достаточно нищенскую но зато симпатичную подсветку вот такая вот белая подсветка либо можно точно также взять rgb ленту и сделать статичный например красный или статичный зеленый и еще вот смотрите не сразу заметил боковая крышка с несъемными барашками да еще и с резиновой проставочкой в корпусе за 4000 и спасибо что смотрели обнял и пока